Я смотрел этот бой вживую, тем не менее, мне интересно, как дальше будут продолжаться события. Потому что, как мы уже говорили, Царенко далеко не подарок, при том, что он уже заканчивает карьеру. Он может в любой момент нанести очень сильный удар и закончить бой досрочно. Это много раз уже происходило, и все это знают. Вот такая темная лошадка. Вот даже сейчас был очень быстрый такой неожиданный удар в печень. Царенко успел подставить локоть. Но видно, что он уже устает. Это видно по движениям, по выражению лица. Вы имеете в виду Царенко? Да. Ну, тяжело боксировать с соперником, который, во-первых, наголову выше тебя. Трех моложе. Моложе, да, физически сильнее. Вот посмотрите, очень неплохой апперкот сейчас удался Сухотскому. Вот Царенко пытается выйти на удобную для себя дистанцию, подходит. Иногда подходит весьма удачно. Но именно внимательность Сухотского, в общем-то, не дает ему развить вот этот успех. Потому что, казалось бы, да, вот он уже на той дистанции, когда можно атаковать, и он это пытается делать. Но смотри, Дмитрий очень четко пресекает все эти действия. Да, причем у него нет таких легких ударов. Все удары жесткие и быстрые. И, естественно, это опасно. И Царенко опасается пропустить удар, поэтому Синта не рискует. Ну, вот зрители с интересом наблюдают за этим боем. Хотя не тот, не другой боксер. Как говорится, не земляк. Тем не менее, интерес большой. Они не болеют ни за того, ни за другого. Просто наслаждаются красивым боем. Рассианин, наверное, больше симпатии вызывает у зрителей, чем белорусский боксер. Просто то, что Дмитрий Сухотский, он тоже, в общем-то, не с Урала, а с Сибири, с Алтая. Он живет в Барнауле. Ну, во всяком случае, как бы-то не было. Зрители, вы знаете, по опыту, когда бываю на боксерских поединках, часто бывает так, что зрители как бы начинают болеть за какого-нибудь боксера. Выбирают себе его. А потом по ходу боя могут и поменять свои пристрастия, по большому счету. Когда кто-то начинает боксировать ярко, красиво, убедительно. Ну, это происходит, как правило, тогда, когда боксеры... Все-таки у нас присутствует национализм. Не национализм, а, скажем так, просто... Местный национализм. Конечно, люди болеют за своего, за земляка, тем более. Вполне понятно. Скажем, в США, там все равно. Там боксеры болеют не за своего, а именно за того боксера, который побеждает, который нравится. Ну, вы же не будете отрицать, что и зрителям тоже в данном поединке Сухоцкий нравится больше, чем Царин. Конечно, он им больше нравится. Любая удачная атака, после которой мы слышим всплеск эмоций, людям это нравится. Конечно же, они болеют за россиянина, и тем более за того, который побеждает. А это и есть Сухоцкий. Ну, посмотрите, он все увереннее и увереннее начинает работать. И все чаще его удары начинают уже действительно доходить до цели. Становятся такими и акцентированными, и точными. Неплохо уходит, конечно, Царенко. Все у него есть, техника довольно высокого уровня. Но вот постоянный прессинг, постоянная вот эта бомбардировка, которую предлагает ему соперник, это, конечно, очень изматывает. От этого трудно уйти. Тем более, что четыре раунда у нас, вот четвертый раунд, вернее, идет, три позади. И определенная усталость всегда накапливается, и психологическая тоже. Тем более, когда соперник, я имею в виду Сухоцкого, посмотрите, он так методично, четко и последовательно гнет свою линию. Ну, вот сейчас он вовремя поднял темп, и видно, что Царенко очень тяжело, а Сухоцкий просто поймал вот такую ниточку, как говорится, бой встал так, как... Если раньше он немножко еще опасался, сейчас он совершенно разобрался в тактике Царенко, в манере вовведения, и гнет свою линию, даже не отступает от нее, то есть идет, идет вперед. Вот пытался снова в туловище, в печень провести удар Царенко, в какой-то мере этому удалось. Ну, попадание было точно в локоть, то есть летело в цель, удар летел в цель, а попал он в локоть. Сухоцкий на чеку, и он вовремя защитился, да, а точнее даже не убрал локоть с места. Ну, нет-нет, да и проходят все-таки удары того и другого боксера. Ну, сейчас в атаке намного эффективнее, конечно, Дмитрий, посмотрите. Как лихо провел он эту комбинацию, и снова в атаке, снова нависает, нависает над своим боксером. Вот мы говорили, что, конечно, трудно боксировать, когда соперник настолько выше себя на целую голову. А насколько удобно боксировать высокому против такого боксера, который наголо унижает? Постоянно удары приходится проводить куда-то вниз, правильно? Ну, на самом деле, удобнее. От плеча не... Но, тем не менее, ты бьешь не вверх, а вниз, как бы, и тебе не нужно догонять боксера. Ты, в общем-то... То есть особых проблем с этим не испытываешь? Нет, если правильно удерживаешь дистанцию, то вот... Ну, я был боксером как человек среднего роста, я встречался и с высокорослыми боксерами, и с низкорослыми, такими крепышами накачанными. И сложно сказать, с кем боксировать тяжелее. Пожалуй, с высокорослыми, потому что за ним постоянно нужно ходить и догонять его. И, как правило, у них руки длиннее. Да. А если невысокого боксера ты можешь удержать на своей дистанции, то с ним проще боксировать. И, во-первых, у тебя рука длиннее, и ты бьешь вниз, а не вверх. Конечно, легче. Итак, перерыв. Посмотрим, давайте, на состояние Дмитрия Сухотского. По-моему, здесь все нормально с выносливостью у него. Дыхание, в общем-то... Спокойное. Спокойное, да. Четыре раунда позади. Усталости не наблюдается. Вот давайте смотреть повторы. Очень неплохо. Царенко ушел, но здесь он все-таки достал его. Достал Дмитрий. Правда, все-таки что значит топот? Да, как хорошо он убирает голову. Я имею в виду белорусского боксера. Смягчает удары. Уходит в последний момент. Ну, усталость, конечно, накапливается. Тут ничего не поделаешь. Да, все совершенно правильно делает Царенко. И вот сейчас будет очередной раунд. То есть Сухотский. Царенко уже нелегко. Он уже... Вот немножко даже тянет время. Видите? Он поправляет амуницию. Капу. Конечно, раз на кону стоит титул чемпиона СНГ и славянских стран, Сухотскому нужно доказать, что он сильнее. Царенко видел много титулов. За многие боксировал, выигрывал, побеждал, проигрывал. Ну, а для Сухотского это большой стимул, конечно, выйти в ринг за титул. И с таким боксером еще и победить. Поэтому он сейчас более активен, более эмоционален, более точен. Он побеждает. Ну что ж, тут мы смотрим, что Царенко решил немножко поменять тактику. Вот он идет вперед, как-то пытается все-таки обозначить свои атаки. Он мало двигается. Он слишком... То есть не слишком, он много работает плывочем. Это хорошо. Но если ты не двигаешься ногами, ты все равно стоишь на месте. И, конечно же, это в первую очередь из-за выносливости. С техникой у него все в порядке. Он просто устал. Ему сложно уже делать шаги вправо или влево. На самом деле, нелегко. Тем более, держать руки на месте. И еще успевать защищаться. И ловить момент, когда же можно успеть контратаковать. Ну, если он не будет двигаться, чем меньше он будет двигаться, тем хуже будет его положение от раунда к раунду. Смотрите, снова попытка ударить в корпус, но снова локоть на месте. Да, Сухоцкий четко контролирует ситуацию, весь поединок. И так вот он уверенно идет к победе. Но вообще, согласитесь, из него может получиться прекрасный боксер, который... Да, все данные, безусловно. Да, который может просто-напросто прославить нашу страну. Тем более, парень молодой. Ему еще далеко до 30 лет. Самый, скажем так, разгар, что ли. Самое время побеждать. Снова великолепная атака. Посмотрите, тут он уже на выбор начинает бить. Потому что соперник, да, явно, видите, уже пытается клинчевать. Царенко. А Сухоцкий разошелся, посмотрите, под разными углами. И в голову, и в туловище пытается атаковать.